здравствуйте коллеги скажите пожалуйста а кто занимается кардио визуализации без присутствующих а кто имеет возможность техническую и желание кто имеет желание но не имеет технической возможности я хочу сказать как как бы вас немного не было по отношению к общему числу мы приглашаем вас к себе в отделении для того чтобы поделиться своим опытом послушать о том какими трудностями вы сталкиваетесь и помочь вам в том чтобы избежать каких-то ошибок которые допустили мы в том числе и так бессмысленная кардио визуализация как избежать ошибок при категоринорографии первый этап первый этап и наибольшее количество ошибок допускается при неправильном назначении категоринорографии следующий этап на котором мы все ошибаемся это неправильная методика исполнения и неверная интерпретация в принципе так можно стадировать ошибки в любом методе визуализации ошибка номер один это не целевое назначение категоринорографии так с какой же целью мы используем методы кардио визуализации прежде всего для именно для диагностики заболеваний коронарных артерий это первичная диагностика ишемической болезни сердца и стратификация риска и бс и если мы взглянем на современные рекомендации то ни в одной из ни в одном ни в одном из руководств ни европейского общества ни американского метод категоринорографии не имеет класс рекомендаций выше чем 2а 2b почему то есть мы эволюция сканеров происходит постоянно постоянно выпускаются сканеры с большим количеством срезов с более высокой скоростью сканирования и уровень рекомендаций как был так и остается 2а 2b неужели категоринорографии это тупиковые тупиковая ветвь эволюции почему она терпит фиаско в диагностике ишемической болезни сердца для этого стоит обратиться к определению ишемии ишемическая болезнь сердца это ситуация когда возникает хронический дефицит вернее дефицит между доставкой крови и потребностями сердца и это состояние функционально таким образом она не может быть полностью отражено морфологии коронарных артерий патологии ишемической болезни сердца может быть описано с помощью ишемического каскада когда на первом этапе нарушения возникает перфузиодное нарушение потом возникает нарушение сократимости миокарда и изменения на эггэ и только потом возникают ангенозные боли так вот эти изменения они не коррелируют со степенью стенозы коронарной артерии это состояние функциональное и потребность дефицит потребности миокарда в крови он не может быть не может быть описано однофактно однофактами только с помощью оценки коронарного русла поэтому по результатам самого крупного эпического можно сказать для кардио визуализации исследования фейн 40 процентов значимых визуально стенозов оказались незначены по результатам измерения фракционного резерва кровотока это такой метод который измеряет давление крови до стены но за после становится и показывает таким образом что этот стеноз 2 мотина мически значимый то есть то что мы привыкли считать что она станет до 50 процентов где мы динамически незначены более 50 процентов более семидесяти процентов гемодинамически значений эта иллюзия Это объясняет точность методов кардиовизуализации То есть КТ коронарных артерий имеет высокую чувствительность и низкую специфичность То есть метод позволяет выявить стеноз, но ничего не говорит о том, ведет ли этот стеноз к кишенической болезни сердца Каким же образом морфологически все-таки можно стратифицировать стеноз? Ведь КТ коронарография и селективная инвазивная коронарография продолжают применяться Вот эти признаки, они дублированы для КТ коронарографии из показаний селективной ангиографии И поражение высокого риска, а высокий риск ишенической болезни сердца Это риск неблагоприятных сердечных сосудистых событий И риск смерти от заболеваний сердца Он может быть стратифицирован по морфологии каким образом? Категория высокого риска это трехсосудистое поражение с проксимальным стенозами Стеноз ствола левой коронарной артерии более 50% И проксимальный стеноз передней межжелудочковой ветвь более 70% Только вот эти поражения, если мы видим их и мы уверены в своей интерпретации Помогут нам классифицировать поражение ишенической болезни сердца Стратифицировать ишеническую болезнь сердца как ИБС высокого риска И дать пациенту какие-то рекомендации В других случаях метод КТ коронарографии позволяет лишь исключить ишеническую болезнь сердца Здесь нельзя не упомянуть о перспективах развития КТ коронарографии В таком методе, как КТ-ФФР С помощью математического алгоритма обработки данных КТ коронарографии Который позволяет оценить перфузионную значимость стенозов Но это сложный математический алгоритм И сейчас он находится в процессе научных испытаний Возможно, это наше будущее Когда мы сможем не только увидеть стеноз Но и определить косвенным способом давления крови до стеноза и после стеноза Все-таки почему же метод КТ коронарографии продолжает применяться Продолжает оставаться популярным Почему именно на кардиологию направлено развитие сканеров Почему это такое коммерчески выгодное предприятие Почему КТ коронарография считается перспективным Проводилось несколько исследований Которые сравнивали стратегии с применением традиционного подхода К стратификации риска ЭБС И применением КТ коронарографии Так вот, КТ коронарография позволила избежать Множества инвазивных коронарных вмешательств И в то же время она снизила у этой группы пациентов Не снизила сама по себе А позволила добиться снижения Благодаря разумной стратегии у этой группы пациентов Снижения неблагоприятных сердечно-сосудистых событий В течение года Тем не менее, количество коронарных ревоскулиризаций В группе пациентов, которые подвергались к Т коронарографии Было выше, чем в других И возможно, можно предположить, что каким-то образом КТ коронарография и ее интерпретация Провоцировала часть неоправданных хирургических вмешательств Если же в сравнении с первичный инвазивный подход И подход неинвазивный по КТ коронарографии То можно сказать, что КТ коронарография является своеобразным привратником Который позволяет избежать до 80% необоснованных инвазивных вмешательств То есть мы считаем каким-то, ну скажем так, неблагоприятным алгоритмом Когда кардиолог направляет пациента на коронарографию Проводит инвазивные исследования, которые сопряжены с осложнениями И получают нормальный результат Так вот, КТ коронарография позволяет избежать этих ситуаций Позволяет избежать необоснованного риска Ирония использования этого метода в том, что Для радиолога является непривычным Диагноз нужно знать еще до того, как мы провели исследование Потому как информативность метода зависит от претестовой вероятности Ишемической болезни сердца Чтобы сказать, что этому пациенту КТ коронарография будет полезна и позволит ему избежать инвазив Нужно знать у него ИБС еще до исследования Провести диагностику Поскольку специфичность метода не превышает 85% А также других методов кардиовизуализации Диагностическая чувствительность невысока То рекомендуется исключить группы пациентов У которых низкая претестовая вероятность Ишемической болезни То есть мы смотрим на пациента и понимаем, что Боли у него не ишемические Ишемической болезни сердца у него нет И пациентов, у которых высокая претестовая вероятность Ишемической болезни сердца То есть пациент, у которого диагноз ИБС установлен Установлен высокий функциональный класс Ишемической болезни сердца Он не должен направляться на КТ При тестовой вероятности ишемической болезни сердца основана на характере боли и на возрасте полипациента. Характер боли. Типичная стенокардия. Что называется типичная стенокардия? Это стенокардия, которая имеет три признака. Все три. Бой возникает во время нагрузки, быстро исчезает после прекращения нагрузки, либо после приема нитроглицерина и имеет типичные характеристики. А типичная стенокардия – это два признака, а третий отсутствует. Так вот, при тестовой вероятности ишемической болезни сердца – это крайне полезная таблица, которая позволяет нам еще до проведения исследования понять, стоит ли нам взять этого пациента на исследование, или нам стоит избежать ненужного облучения, ненужного введения контрастного препарата и не проводить его. Вот пациенты, которые имеют при тестовой вероятность от 15 до 85, до некоторым данным до 65 процентов – это подходящие кандидаты для АКТ. Скорее всего, вы у них получите отрицательный результат или незначимое поражение, которое позволит вам избежать дополнительных исследований. Что интересно, что мужчины имеют низкую среднюю претестовую вероятность только до возраста 50-60 лет, а женщины являются более подходящими кандидатами для АКТ и коронорографии вплоть до 70 лет. То есть, когда вы видите своего пациента, вы примерно должны представлять, подходит ли ему метод вашего исследования или нет. Почему я так подробно на этом останавливаюсь? Всегда, когда радиологи говорят о том, что происходит что-то не так, происходит несоблюдение алгоритмов диагностики, мы всегда упоминаем о том, что принять пациента или не принять пациента, какой метод ему провести, остается на усмотрении врача лучевой диагностики. Но когда мы касаемся КТ-коронорографии, мы только покорно исполняем какие-то назначения и потом досадуем на то, что мы не получили нужного результата. Так вот, для того, чтобы этого не происходило, нужно оценивать претестовую вероятность ЭБС. Неподходящая категория пациента. Сложный, волнительный момент. Пациент для висимых ограничений. Это пациенты с нерегулярной частотой сердечных сокращений. И пациенты, у которых высокий индекс массы тела и высокий кальциевый индекс. Нужно сказать, что пациенты с высоким индексом коронорного кальция являются неподходящими кандидатами. Чтобы нам не говорили производители компьютерных томографов, каких-то оптимальных решений для этой ситуации нет. Пациенты с высокой массой тела являются неподходящими кандидатами не из-за того, что стол компьютерного томографа не в силах поднять тяжелого пациента, а из-за того, что качество полученных изображений не должного уровня. Что касается нерегулярного сердечного ритма, то тут есть некоторый прогресс. Здесь показано вращение двухтрубочного томографа, открытый гентри. Это definition flash. И вот кардиограмма пациента, которая была проведена... Ну, не то чтобы была проведена какой-то эксклюзивный метод, а такая категория пациентов обследуется на этих скадрах. Вы можете посмотреть, что максимальная частота сердечных сокращений достигает 122, и вариабельность от 60 до 122. В среднем 93. Если мы посмотрим... Это проспективное сканирование, не ретроспективное. Если мы посмотрим, как осуществляется сканирование, мы увидим, как точно осуществляется сканирование, вне зависимости от того, какие разнообразные у нас интервалы RR. То есть есть пациент-зависимые ограничения и сканер-зависимые ограничения. Ошибка номер 2. Отсутствие коррекции ритма, артефакта изображений, высокие дозы контрастного вещества и лучевая нагрузка. Это исследование было опубликовано в руководстве по контролю качества КТ-коронарографии. В Великобритании провели аудит клиник, в которых были установлены новые современные сканеры, которые позволяли сбор данных различными способами. Обладали высокой скоростью сканирования, в том числе и флеш, и проспективное сканирование было возможно. Предполагалось, что параметры облучения будут достигнуты около субмиллизивертов, низких, меньше одного миллизиверта. Однако это не произошло. То есть выборочная оценка продемонстрировала, что на новых сканерах лучевая нагрузка была примерно такая же, как и на старых. Что удивительно. С чем же это было связано? Это было связано с тем, что пренебрегалась подготовка пациента, пренебрегалась контролем безопасности и контролем дозы облучения в этих клиниках. То есть собирать данные с высоким качеством и с низкой дозой лучевой нагрузки и контрастного препарата возможно, но это требует дополнительных усилий, которые не всегда хочется применять. Лучевая нагрузка. Я могу говорить по сканерах, на которых возможно сканирование с высоким питчем. Это основной показатель, который позволяет значительно снизить лучевую нагрузку. И сканирование технологии FLASH позволяет сбор данных в течение 300 миллисекунд диастолы. Но имеется ограничение. То есть это 300 миллисекунд, и частота сердечных сокращений должна быть меньше 65, меньше 60 ударов в минуту и должен быть регулярный сердечный ритм. Вот это наше исследование. Лучевая нагрузка. Мы сравнили лучевую нагрузку на исследованиях с проспективным сбором данных и в режиме FLASH. Так вот, доза облучения отличается в 5 раз. Это реальные показатели DLP. И мы видим, что при использовании режима сканирования FLASH лучевая нагрузка составляет на DLP около 50 миллигрэй на сантиметр. Это очень низкая доза. То есть есть за что побороться. Для использования контроля сердечного ритма используется бета-лог, внутриверное обведение. Если раньше чаще используется в амбулаторных учреждениях реальный прием бета-блокаторов, то все-таки быстрее и лучше контроль сердечного ритма осуществляется при внутриверном введении. Но следует помнить о том, что бета-лог имеет противопоказания и осторожно относится к его применению. Параметры сканирования. При сканировании с высокой частотой сердечных сокращений, вернее со стабильной низкой частотой сердечных сокращений, лучше сканировать в диастолу. Это доказано. И в принципе это правило действует для ЧСС около до 65 ударов в минуту. При сканировании с высокой частотой сердечных сокращений или с вариабельным сердечным ритмом, лучше сканировать в систолу, поскольку диастола более вариабельна. А систола по своей длительности имеет более стабильную протяженность и позволяет лучше осуществлять синхронизацию. К сожалению, не все сканеры могут сканировать систолу достаточно быстро, но на современных, на большинстве современных сканерах это возможно. Какие же ошибки интерпретации к отекоронарографии? Основная и наиболее частая, так как мы столкнулись с завышением степени стеноза. И существует некоторое противоречие в том, считать ли это ошибкой вообще. Потому что стенозы на компьютерной томографии, на селективной ангиографии просто проекционно выглядят немного по-разному. И стоит ли так точно оценивать степень стеноза? Для описания и стандартной интерпретации данных к отекоронарографии в 2016 году была предложена система КАДРАЦ, которая градировала степень стеноза. И подчеркнула то, что в описании степени стеноза коронарных артерий, артерии не требуется чрезмерная точность. То есть тактика ведения пациента не зависит от лишнего 30% стеноза, 40% стеноза, 60% или 65%. Не стоит чересчур тратить много времени на оценку степени стеноза, Тем более, что до этого мы обсуждали с вами, что не всегда она отражает истинное функциональное состояние миокарда. Вот таким образом, если мы классифицируем данные как КАДРАЦ 1.2, то есть мы у пациента не выявляем стенозов ниже 50%, то не требуется дополнительное обследование. Мы можем лечить или дать рекомендации пациенту, не используя дополнительный расход денежных средств и не повышая его риски неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. И вот эта ситуация, когда мы делаем КТ коронарных артерий и видим абсолютно нормальный результат или результат с наличием коронарных пляшек, которые не стенозируют просвет более 50%, он оптимальный. Это правильно выбранный пациент, правильно подобранный метод исследования и большой положительный эффект в том, что мы избежали эвазии. Но если мы не стратифицируем, определяем стеноз как промежуточный или стеноз высокий, выраженный стеноз, то пациенту требуется обследование для стратификации риска, поскольку, как мы определились уже, КТ коронарография риска БС не стратифицирует. Стоноз 70% может оказаться как гемодинамически незначимым, так и гемодинамически значимым. Вот так выглядит реальное описание кадра. Мы, скажем, возможно, с точки зрения литературной, данный протокол несколько беден, но формализованный подход к описанию коронарных артерий позволяет избежать ненужных заблуждений в интерпретации его клиницистами. То есть это, скажем так, скромная констатация факта наличия и отсутствия стеноза. Подчеркивает то, что метод имеет свой предел. Мы не занимаемся диагностикой, мы занимаемся визуализацией коронарных артерий. Помимо того, что описывается собственно стеноз, нужно описывать признаки нестабильности атеросклеротической бляшки. Они определены. Это положительное ремоделирование сосуда, низкая плотность сосуда, другие признаки. Однако, опять-таки, не все признаки нестабильности можно определить с помощью КТ. Если метод КТ является чувствительным, то есть классифицирует бляшку как нестабильным, это является истинным и достаточно точным по результатам исследований. Но если на КТ не выявлены нестабильные бляшки, на самом деле это не значит, что их нет. Иногда протокол описания выглядит таким образом. То есть в протоколе остается множество вопросов. Считать ли это ошибкой и считать ли это недостатком метода? На самом деле худшим результатом является ошибочная интерпретация. А не отсутствие интерпретации. Всегда нужно помнить о цели исследования и о категории пациентов, которые подлежат КТ-коронарографии. В данной ситуации, если имеются артефакты, высокий кальциевый индекс, то не стоит пытаться интерпретировать изображение, вводя таким образом клиницистов в заблуждение. Нужно помнить о цели исследования. В частности, здесь представлено описание пациентов с наличием шунтов, коронарных стендов. И предметом описания являются шунты. Аортокоронарное шунтирование и мамарокоронарное шунтирование. В то же время, описание нативных артерий в таких ситуациях не является обязательным, поскольку чувствительность и диагностическая точность описания артерий в оперированном сердце невысока. Какие еще дополнительные признаки стоит описывать при КТ-коронарографии? Помимо морфологии атеросклеротической бляшки, следует описывать степень кальцификации как аорты, как и артального клапана и других структур сердца. Стоит немного коснуться кальцификации артального клапана, поскольку можно ее видеть не только на исследовании сердца, но и на исследовании легких. И если у пациента имеется высокая степень от 3 кальцификации артального клапана, это нужно обязательно отразить в протоколе. Поскольку пациенты не всегда знают о наличии в такой патологии и связывают свое заболевание с нарушением функции легких или коронарным атеросклерозом, болезнь прогрессирует и может достигнуть такой стадии, когда лечение будет, ну скажем так, менее благоприятным. То есть у пациентов, которые приходят на исследование органов грудной клетки, и вы видите высокую степень кальцификации артального клапана, нужно это отмечать в протоколе. Итак, это коронарография, метод, который имеет высокую чувствительность и низкую специфичность. На примере вот этого пациента можно увидеть, что мы видим прекрасную визуализацию коронарных артерий, визуализируется просвет стенда и визуализируется стеноз в дистальном окончании стенда. Однако при перфузионной визуализации не определяется никаких перфузионных дефектов. То есть данный стеноз, каким бы он нам ни казался выраженным, он не является гемодинамически значимым, и оперативное лечение этому пациенту не требуется. Не стоит проявлять излишнее рвение в рекомендациях по инвалидному лечению. Следующий пациент 35 лет, который поступил с жалобами, характерными для острого коронарного синдрома, отказался от проведения селективной ангиографии. При КТ-коронарографии у него определяется полная окклюзия правой коронарной артерии. И, казалось бы, такое протяжённое поражение, которое бросается в глаза, в принципе, должно вызывать тяжёлую клиническую симптоматику. При использовании методов перфузионной визуализации не является гемодинамически значимым. То есть мы не визуализируем эффект перфузии этого пациента. И на основании данных перфузионных исследований, а также результатов традиционного стресс-тестирования, такой пациент не подлежит превоскулиризации на данный момент. Опять-таки пациент более старшего возраста. Частая ситуация, когда при КТ-коронарографии определяется высокая степень кольцмоза коронарных артерий. И, в принципе, здесь можно сделать ставки, какая степень стеноза коронарных артерий у данного пациента. Я уверена, что мы получим достаточно разные результаты. Стоит ли пытаться интерпретировать такие исследования? Нет, такие исследования пытаться интерпретировать не стоит, поскольку точная достоверная визуализация в этой ситуации невозможна. И при проведении перфузионной визуализации определяется дефект перфузии нижней стенки миокарда левого желудочка. Результаты подтверждаются в центографии, а также КТ-перфузии миокарда. То есть поражение пранокоронарной артерии является гемодинамически значимым. Что я хотела подчеркнуть у демонстрации этих исследований. Роль КТ-коронародрафии в диагностике ишемической болезни скромна. Но она мощный инструмент, который позволяет избежать множества ненужных исследований, избежать инвазивной визуализации, избежать дополнительного риска для пациента при правильном использовании. И прежде всего это выбор подходящей категории пациентов и определение цели исследования. Спасибо за внимание. Положительное ремоделирование сосудов, когда бляшка распространяется кнаружи от просвета. Это одна из очень частых ситуаций. И если бляшка стабильна и не вызывает сужение просвета, она не требует каких-то дополнительных пособий в этой ситуации. И становится оценивается как обычно. Если же бляшка имеет признаки нестабильности, опять-таки официальных рекомендаций по поводу нестабильных бляшек, которые отражены бы в руководствах, не существует. То есть нет такого руководства, что при катокоронарографии выявили нестабильную бляшку, и мы должны в течение двух недель сделать то, то, то и то. Но, естественно, это отражается в протоколе, поскольку именно нестабильные бляшки являются источником острых коронарных событий. И таким образом, скажем, подход кардиолога к этому пациенту более внимательный, и ему быстрее назначается селективная коронароангиография для потребности. Опять-таки при селективной коронароангиографии может быть использованы уже такие методы, которые являются золотым стандартом диагностики нестабильных бляшек. Это внутрисосудистый ультразвук и оптико-гагерентная томография, которая позволяет выявить не только мягкую структуру ядра, а, собственно, тонкую покрышку бляшки и ее дефекты. Вот именно этот признак выявить на КТ невозможно. Золотой стандарте в СУЗе. Успех в визуализации. Успех в визуализации стенда просвета зависит, прежде всего, конечно же, от самого стенда. То есть та выгодная ситуация, когда мы можем сказать, что просвет не определяется в связи с тем, что диаметр стенда меньше 3 мм, например. По руководствам вообще визуализация пациентов с наличием коронарных стендов рекомендуется только в всех случаях, если стенд установлен в передней межелудочковой ветве и, по-моему, в максимальных отделах правой коронарной артерии. Почему? Потому что стенды, которые там устанавливают, как правило, большого просвета. Это 3 мм. То есть гарантировать визуализацию просвета стенда менее 3 мм нельзя. Это зависит его от материала и от типа сканера, от параметров сканирования. В стандарте этого нет и быть не должно. А кто принимает решение по рецептаменту, где у меня кардиолог, или все-таки на рецептаменте кардиолога? Существуют отдельные рекомендации для кардиологов по использованию методов кардиовизуализации. Так вот, в них отражено около 34-35, по-моему, алгоритмов кардиовизуализации. Поэтому радиолог, если он не обладает достаточным опытом и клинической информацией о пациенте, и, наверное, он не в силах выбрать нужный алгоритм. То есть это подход командный, наверное, в большей степени, или подход с привлечением специалиста-кардиолога. А в конкретно вашем случае, когда это работает, то есть это все-таки привлекаетесь к кардиологу, или вы совместно, например, как сегодня внутри отделения решаете? Внутри отделения у нас есть кардиологи. И, конечно же, исследование согласовано всегда с лечащим врачом. Необходимость исследования. И возможность его проведения. То есть иногда мы не издали понадобители пациента про фузионную визуализацию, и мы согласовываем с лечащим доктором возможности проведения данных в конкретном случае. Нужно обладать данными о пациенте. Спасибо. Еще вопрос. Слушай, да. Есть дисбаланс между спросом и предложением к вашим сферамам? И как вы нормируете лицестоплажи, чтобы кто меньше прослали пациента? Или придерживали строгих показаний? И разработанные лицеструи показания? Учитывая 36 сценариев, достаточно сложно требовать соблюдения алгоритма в каждом конкретном случае и следить за его исполнением. Но с практической точки зрения существует дисбаланс между использованием методов анатомической визуализации и функциональной визуализации. Большое количество запросов на морфологическую визуализацию сосудов и очень низкое на функциональную. Они проводили такое исследование. Они собрали данные регистра по странам Восточной Европы в различных регионах Европы. И они распределили регионы, как там Восточный регион, Западный регион и Центральный европейский регион. И выяснилось, что в Восточных регионах степень использования методов перфузионной или функциональной кардиовизуализации обескураживающе низкий. Так вот, что подтверждается данными по нашей республике. То есть очень мало запросов на функциональную визуализацию. И специалисты, скажем так, очень фиксированы на морфологической визуализации. Вот этот дисбаланс существует. В остальном же каких-то там уровень рекомендаций 2А это многое объясняет.